Здравствуйте, дорогие мои зрители! Приветствую вас на канале Доктор Лисенкова. И давайте поговорим про врачей. Какие они бывают? Оказывается, вариантов так много, что просто диву даёшься. Например, комбустеолог, гириатор, гонотолог. Вам эти слова знакомы или звучат как-то неприлично? Смотрите ролик до конца, и вы узнаете, кто такой фониатор, когда нужно идти к трихологу, и нужен ли вам неонатолог. Для тех, кто не знает, напомню, что я врач-невролог. Если брать всех врачей в целом, их можно поделить на три больших группы. Это специалисты-терапевты, это хирурги и отдельно акушерство и гинекология. Ну, например, кардиолог, эндокринолог относятся к терапевтам. Я, как невролог, тоже отношусь к терапевтическим специальностям. А хирурги, к примеру, это лоры, это окулисты, это урологи. Ну, с акушерством гинекологии, я думаю, вы догадались. Есть одна очень интересная специальность, и, к сожалению, в наше время она становится всё более востребованной. Это врач-фтиезиатор. Если в советские времена потребность в этих врачах снижалась, то сейчас растёт. Фтиезиатор – это специалист, который занимается лечением туберкулёза. И оказывается, туберкулёз – это такая болезнь, которая поражает практически любой орган. Гириатор, он же гиронтолог, это специалист, который занимается лечением престарелых людей. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, старость наступает у нас в 75. Соответственно, врач-гириатор, он же гиронтолог, лечит людей 75 и старше. Для чего нужна отдельная специальность, такая как гириатор? Дело в том, что у людей с возрастом накапливается большое количество болезней. И если пациент возрастной пришёл к кардиологу, он ему назначил ведро таблеток, к неврологу пришёл, ещё один списочек, к гастроэнтерологу пришёл, получи сверху. В итоге, если пациент такой пойдёт в аптеку и купит всё, что ему назначено, если хватит, конечно, на это денег, положит дома это всё на столе, он, наверное, сойдёт с ума. Потому что как это всё принимать, и вообще непонятно, чем это закончится. Поэтому одна из ключевых задач врача-гириатора – это уменьшить список принимаемых препаратов, оставить только жизненно необходимое, а всё остальное выбросить. Вот в этом большое искусство. И для этого нужно специально обучаться. Ну и кроме того, продолжительность жизни растёт в целом в мире у населения, и в итоге появляются те болезни, которые ассоциированы с возрастом, и их становится всё больше. Поэтому появилась необходимость в наличии большого количества специалистов, которые занимаются пожилыми людьми, то есть гириаторов. Есть ещё и подиатор, не путать с педиатром. Ну, педиатор – знакомое всем слово, он лечит детей. А подиатор лечит заболевания ног. То есть пот – это нога. Проблемы с ногами могут быть самые разные. Это и вросший ноготь, это и диабетическая стопа, и всевозможные деформации. Всем этим занимается подиатор. Сурдолог – более популярный доктор, но тем не менее многие не знают, чем он занимается. Сурдолог – это специалист по слуху. И если вас беспокоят шумы в ушах, если вы начинаете переспрашивать, чокать, если ваши близкие ругаются, что вы включаете на всю катушку телевизор, однозначно нужно обратиться к сурдологу. Сурдолог проверит слух с помощью специального оборудования, и если в этом есть необходимость, подберёт слуховой аппарат. Ну, раз уже заговорили про шумы, обычно рядом и головокружение, и я думаю, что те, кто давно подписан на мой канал, уже знают, что есть такой врач, который называется отоневролог. То есть специалист, который на стыке между лор-патологией и нервными болезнями. И отоневролог занимается вопросами головокружения, шумов и решает вопросы лечения и диагностики гораздо лучше, чем просто невролог, без приставки «ОТО». А кто такой цефалголог, спросите вы? Ну, кстати, цефалголог – это я. Это моя дополнительная специализация. Цеф – голова. И, соответственно, цефалголог – это специалист, который занимается головными болями. А поскольку головная боль – это, оказывается, настолько распространённое явление, и не такое уж простое, когда съел таблетку и всё прошло, появилась отдельная ниша в медицине, когда нужен врач-цефалголог. Если головная боль мешает жить, мешает работать, если вы подумываете о том, что пора бы уже уволиться, потому что головная боль просто не даёт житья, вы плохо спите из-за головной боли, вот тогда добро пожаловать к цефалгологу. Гонотолог – это вообще дефицитный специалист. Как правило, в крупных городах гонотолог занимается патологией челюстей и височно-нижнечелюстных суставов. Например, если у вас плохо открывается рот, проблемы какие-то после протезирования или в результате отсутствия протезирования зубов, конечно же, понадобится гонотолог. Особенно если лицевая боль, связанная именно с височно-нижнечелюстным суставом. Сомнолог – ну, я думаю, многие догадаются, что это специалист, который занимается нарушениями сна. Всё, что касается бессонницы, трудностей засыпания или, наоборот, сонливости, вам поможет сомнолог. В том числе имеет смысл обратиться к сомнологу, если есть храп и остановки дыхания во сне. Фониатор – нужен ли он вам? Если у вас пропал голос, если вы говорите шёпотом и ничего не можете с этим сделать, вам понадобится фониатор. Он занимается заболеваниями, которые приводят к нарушению голоса. Вот такие бывают специалисты. Флеболог – думаю, многим знакомый и уже достаточно популярный. Это специалист, который лечит заболевания вен. Чаще всего это касается ног, поэтому всё, что связано с варикозом и его осложнениями, добро пожаловать к флебологу. А трихолог, на первый взгляд, звучит как-то странновато и подозрительно. По факту трихолог – это специалист, который занимается заболеваниями волос. Врач, который точно не понадобится ни одному человеку, который смотрит этот ролик, это, конечно же, неонатолог. Неонатолог занимается лечением детей, которые только-только родились. То есть новорождённые в первые дни жизни. Максимум до четырёх недель жизни. Если за четыре недели никакой проблемы неонатолог не выявил, дальше детьми занимается уже педиатр. Не могу не сказать про нефролога, потому что его очень часто путают с неврологом. Разница в одной букве. Но невролог, я, кстати, невролог, лечит заболевания нервной системы, а нефролог лечит заболевания почек. Я думаю, что за последние два года большинство людей уже выучили, кто такой пульмонолог. Это специалист, который лечит заболевания лёгких. Но ещё 2-3 года назад многие этого слова не знали. Гепатолог. Тоже узкий специалист, который лечит заболевания печени. Это касается и гепатитов, это касается циррозов и ещё тысячи одного заболевания, связанных с печенью. Профпатолог. Это специалист, который лечит профессиональные болезни. Но он их не только лечит. Основная задача их выявить, предотвратить, вовремя человеку подсказать, увольняйся ты уже. Одно из самых частых профессиональных заболеваний это вибрационная болезнь. А также заболевания лёгких, которые возникают у людей, занятых на вредном производстве. Ну и, наконец, комбустеолог. Что это за слово? Что делает этот специалист? Это ожоговый хирург. Комбустеология, наука сложная. Пациенты там тяжёлые, особенно если есть массивное поражение тела. И, конечно же, без комбустеологов никуда. Самая-самая узкая специальность в медицине, о которой только мне приходилось слышать, это фтизио, офтальмолог. Это специалист, который занимается заболеваниями глаз, вызванных туберкулёзом. Да, туберкулёз – такое заболевание, которое поражает все органы и системы. Разве что волосы туберкулёз не поражает. А всё остальное, может быть, поражено микобактериями туберкулёзом. Если информация оказалась полезной, я буду очень рада, если вы поставите лайк и поделитесь со своими друзьями. И желаю вам, чтобы никогда вам не пригодились перечисленные мною специалисты. Будьте здоровы!